Меня зовут Артём и я нахожусь в своём брокерском портфеле от Альфы. Смотрите, интересная штука какая. Даже это не брокерский портфель. Это у меня банковское приложение. Вот, здесь я что-то новости где-то листал. Цифровые финансовые активы. Цифровые финансовые активы ЦФА. Новый тип финансового актива. Они похожи на акции, обязательства, фьючерсы. В отличие от классических ценных бумаг, полностью отцифрованы. Выпускаются на блокчейне. То, что я предполагал бы делать биржа Санкт-Петербурга. Выпуск ЦФА быстрее и проще, чем обычные ценные бумаги благодаря этому. Поэтому большие компании могут привлекать финансовых инвесторов. А инвесторы, в свою очередь, получают свою более широкую выбору активов. Мерсификация, так, 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 вода, вода, вода. Как это работает? Публикуют о выпуске ЦФА. В нем прописаны условия выпуска обращения. Вы подаете заявку на участие. ЦФА получают на кошелек. Если условия выпуска выполнены, то на дату выпуска ЦФА выпустят на кошелек инвестора. Если нет, деньги вернут на расчетный счет. То есть, давайте посмотрим, присоединимся. Что тут деньги требуются-то, не требуется. Оп-ана. Можно скачать PDF. Так. Это мы посмотрим на досуге. Надо бы сейчас, но не так тут много. Не думаю, что там прям продолжить. Ну, где-то там, где-то там, где-то там, где смс-ка, блин. Вот так вот. Пуш, где-то был же. Как-то я до этого их видел. Где-то мы снимаем видео. Вот, блин, старость, не радость. Вот такой вот Альфа, короче говоря. Как это сделать? Истекает. Запросить повторное. Смотрим. Пароль для подписания. Никому не сообщить. Пароль для подписания. Хм. Знаковый пароль. Выпуск цифра. 15,2. Золото. Тут что-то какое-то. Альфа-банк под 14. Ну, то есть, они свои продукты или что-то тут еще. Газ. Ух ты. Я просто первый раз это все вижу. Решил просто проверить брокерский счет. ЦФА-банк. ЦФА-банк. Короче, они какие-то фонды предлагают под ЦФА. Свои. Мне тут вначале что-то понравилось. 20%. Еще на это можно? Что это такое? Вот, 1200. Дровное. Какая фигня. Что это такое? Как это рассмотреть? Подробнее об активе. Погашин. Облигация. Газ. Транснаб. Лизаем. Лизаем, наверное. Слушайте. Ну, в принципе, прикольно, наверное. Ямалоненцам дать в долг. Облигация. По 20%. Тысячу даешь. Типа займ такой, да. Облигация, займ. Сайт-эмитент можно посмотреть. Интересная история. 20% это вот сейчас вот прямо на рынке облигаций так и прямо не найти. Разобраться, что такое за ООО Гангстром СНАП. Что за это самое? Что это за рога и копыта? Тут, короче, написано. Друзья, я посмотрю. Если тебе интересно, сделай лайк. Задай комментарий к видео. Будем разбираться. Короче говоря, на этом зацикливаться не буду. Хотел снять видео, как я возвращаю НДФЛ. Давайте попробуем вернуть мой НДФЛ. Мы вместе. Мы банда. Нас уже 1070 человек на Ютюбе и 142 в Телеграме. Телеграм покажу чуть позже. На счету 1666 рублей 27 копеек знаковые цифры. Жми лайк, делай репост. Так, что я здесь хотел? Я хотел открыть ИИС. ИИС у меня открытый. Сегодня делал видео о своих покупках и пятничном отчете. Так, я же также рассказывал, что лайфхак показал. Да, не касается ИИСа номер 3. Это можно делать только на ИИСе номер 2, кто открыл до нового года. То есть рекапитализация дивидендов это сложенный процент. То есть оформление вычета. Упрощенный вычет. Подать заявку. так ИИС меня не интересует ИИС. Это обратно ИИС. То есть я сейчас сделал переоформление. Короче говоря, тогда сегодня видео на эту тему не получится. Потому что опять же нужно будет возможно через он этот как он через кабинет через кабинет это делать через веб-версию. поэтому ну к вычету у меня будет 28 724 4 вот как я его совершу я вам об этом сниму видео. На сегодняшний день у меня на ИИС я накопил видите почти 10 тысяч перевыполнил план и скоро изменится. опять же можно почитать что будет как работать. С ИИС 3 говорят на дивиденды нельзя будет выводить. опять же у нас каждый брокер является налоговым агентом поэтому париться не стоит. Да думал смогу оформить заявку заявку пока что оформить не смог поэтому такая история. давайте я вам расскажу немножко сейчас про акции из нефти газового сектора которые я считаю можно прикупить в ближайшее время либо буду покупать в этом году. Так у меня за все время да сапфарм у меня видимо нужно выходить из позиции пока в минус не ушел. давайте по-другому на сапфарм сейчас вернусь к нефтяникам нефтяникам на самом деле я на нефтяников в этом году не очень хочу рассчитывать потому что сейчас я вам объясню почему я не хочу на них рассчитывать за все время и давайте акции сапфарм надо выйти я просто хочу проанализировать я редко захожу по сути в портфель вот у меня по ним еще 600 рублей плюс несмотря на то что уже 4% минус вот такая может быть история потому что я по нефиксировал плюс сейчас она корректируется может быть добрать ее и она вырастет либо понаблюдать за ней опять же пиши комментарии что сделать сапфарм это чисто спекуляции поэтому такая вот история так это за все время на самом деле вот это неправда за все время потому что за все время у меня были с дивидендами некорректно отображает у меня китайский рынок хотя они падали тут падали падали возможно по этому портфелю и такая история это был китай это у нас российские российские за все время вот у меня снижался было 50 63 так китай здесь за все время зелененьким это радует это радует значит общий перекос в сторону зелененького видите какая разница в два разных портфеля в разное время начал инвестируем это мой телеграм-канал вот да и должен поставить реакцию здесь я переписываюсь с людьми вот не задают кто я да что я отвечаю на вопрос я вот можно вопрос про прогнозы у меня по многим компаниям прогнозы поэтому друзья подписывайтесь на телеграм-канал заходите вот здесь у меня две опять же телеграм-канал и чат кто-то уже видимо отписался поэтому дружище подписывайся будешь 142 143 я не отчаиваюсь то что многие отписываются ну то что многие если один подписался потом отписался потом два человека подписалось после него поэтому друзья я не спекулирую сигналы на покупки на самом деле не даю но показываю когда хорошие уровни для покупок когда нужно подождать вот северсталь начал отрисовывать с ее значениями делюсь своими покупками здесь ой извиняюсь за свой французский поэтому друзья буду заканчивать тут звонит человек будет наяривать давайте всем всем удачи тут же видите все публикации мои ставьте лайк делайте репост